Всем привет! Сегодня будем делать такой эффект скорости в аниме с помощью Cinema 4D. Все хотели тутору по Cinema 4D, вот и тутору по Cinema 4D, спасибо. Да, это была идея у меня в Инстаграме, поэтому можем приступать. В нашем новом проекте мы создадим новую камеру и все значения поставим на ноль. Теперь сделаем объект пирамиду, значения по бокам сделаем примерно по 20. Мы добиваемся сделать такой эффект шипов, чем меньше, тем будет тоньше. Теперь мы создаем клонер и сиркул, и внутрь клонера мы добавляем нашу пирамиду. В клонере мод мы меняем с linear на object, у нас появляется новое меню object, и туда мы затаскиваем наш сиркул. Теперь при выделенном клонере мы заходим в mucrov, effectors, и там выбираем эффектор формула. Значение ставим как здесь, и получается у нас уже такая вот анимация, поэтому спасибо. Дальше снова при выделенном клонере мы заходим в mucrov, эффекторы, и в этот раз уже выбираем random, и сделаем значения плюс-минус, как у меня, чтобы просто поменять немножко вперед-назад. Дальше я пошел в project settings и изменил FPS на 24 кадра, но если вы делаете в 300, то оставляете в 30, если, короче, в другое, ну понятно. И у меня вся анимация будет на 40 кадров, поэтому я внизу ставлю значения от 0 до 40 кадров. Теперь проанимируем нашу пирамиду, переходим на нулевой кадр нашей анимации, в пирамиде, там где size, мы ставим значение 50 по центру, по высоте, и зажатым контролом мы нажимаем на этот красный кружочек size, и потом переходим на последний кадр, на 40 кадр, и там уже значение ставим уже там больше, как на видео. Дальше я перейду в режим камеры, отодвину камеру назад с помощью вот этих кнопок, и перейду в настройки рендера, и там поставлю расширение 1500 на 1500. В камере я изменил focal length на 25, и затем я в клонере добавил больше этих пирамид, шипов. Да, круто. Дальше мы меняем рендер со стандартного на прорендер, и также меняем фреймрейт и фреймрейндж, поэтому, да. Теперь мы создаем объект Sky, и двойным нажатием по этому месту мы создаем материал. Отключаем канал Color, и включаем канал Luminance, и в текстуре, где Luminance, мы добавляем нашу HDR-карту. Я ее оставлю в описании, может быть, я не знаю, да-да, короче. Дальше закидываем эту текстуру на Sky, и правой кнопкой по Sky у нас открывается меню в Cinema 4D Tags, мы находим Compositing, и в теге Compositing мы отключаем Scene by Camera. Дальше нам нужен материал для шипов, поэтому мы переходим в Create, там, где материалы, и в блоке с нод-материалами мы находим материал металл. Закидываем материал на шипы, и при двойном нажатии на металл, тут можно менять кучу всего, просто. Но здесь нам нужно только Roughness, поэтому просто его сделаем меньше, чтобы больше отражений было. Теперь проанимируем Sky, чтобы переливались отражения, поэтому выделяем Sky, выбираем Tool Rotation, переходим на нулевой кадр, и нажимаем такой красненький ключик там, потом снова переходим на 40 кадр, и меняем положение Sky, и снова нажимаем Rotation. Ключик красный, извините. Правым кликом по Sky выбираем шов F-Curvies, и у нас появляются кривые, теперь мы выделяем все кривые, которые у нас есть, точки, и нажимаем кнопку Linear, чтобы у нас была линейная анимация. Для Sky тут лучше будет так. Да, спасибо. На этом самая сложная часть закончилась, можно посмотреть, как выглядит рендер, все ли окей, что можно поменять, или так далее. И снова заходим в Render Settings, заходим в Save, выбираем, куда нам сохранить, выбираем PNG формат, выбираем альфа каналы, и дальше кликаем кнопку рендера, все, ждем. После рендера заходим в After Effects, создаем новую композицию, в моем случае 1200 на 1500, 24 кадра в секунду, и дальше, затем мы импортируем нашу секвенцию с кадрами, выбираем первый кадр, который у нас есть, и обязательно проверяем, чтобы была галочка на PNG Sequence. Теперь можно импортировать нашу секвенцию в композицию, но нам нужно еще сделать Interpret Foot Touch, то мы переходим в проект, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем Interpret Foot Touch, и там заменяем 30 кадров в секунду на 24 кадра в секунду. И, в моем случае 24, у кого там по-другому, так, да. Теперь тут можно креативить, как угодно, в моем случае я добавляю Deep Glow, потом я дублирую этот слой, делаю его больше, и тоже там играю с ним, можно менять цвета, все остальное. Я просто делаю таймлапс, чтобы было понятно. Здесь я импортировал еще одну сделанную анимацию, но тут шипы более тонкие, да, ну просто показываю, что можно, типа, по-разному делать. В принципе, на этом все. Я показал технику, а тут уже в креативите и так далее. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за просмотр. Вы можете меня поддержать, купив мой став. Ну, и все. Люблю, целую. Жду. Да. Да.